Сегодня я нахожусь на фабрике Крион и мы посмотрим этот материал, все его возможности, его составы и возможность применения. На этом стенде наглядно показано, из чего состоит состав листов Криона. В этом случае мы видим, насколько разнообразна формовка этого материала. Отдельные подразделения, которые занимаются полной имитацией натурального камня. Именно вот эти гнущиеся состояния и вот эти ребристые формы, это и есть Крион в формовке. Есть несколько аэропортов, которые полностью созданы из этого материала. В данном случае ящики, которые открываются с помощью приложения. Ну и ресепшн в этом Крион. Вот такие панели с подсветкой также доступны этому материалу. Очень часто для фасадов используется этот материал и если здесь вот эта панель, то также есть вот такие макеты, уже исполненных в фасадах Крион панелей. Вот такая имитация бетона и возможность создать барную стойку. Все это из одного материала Криона. В данном случае очень интересная технология, я не знаю, это, наверное, для производства даже больше. То есть вот этот лист плавно переходит на вот этот лист, а этот плавно переходит на вот этот лист. То есть три грани жестко из одного материала, не просто склеенные, а из одного материала формуются под температурой. Здесь вы видите узор натурального камня в ненатуральном камне. Это Крион. Тут вы можете увидеть полки. И тут опять Крион панели. Тут это тоже. В общем, этот утенг вообще гордость, наверное, Криона, потому что здесь дерево без дерева. Здесь есть сучки, проступившая смола. Все есть, но дерева нет. Ну окей, из Криона мы делаем столешницу, и потом заворачиваем, делаем фартук, ну, делаем полку. Ну, а как вам вариант, когда делаются фасады? То есть вот вставляются петли, и этот фасад из того же материала, что и столешница. ЧПУшная резка тоже не проблема. Ну, и понятно, что все образцы, которые мы видели, не так раскрываются, как в массе, с подсветочкой и обрамлением, и все такое. И вот так это выглядит в одном из образцов. Ну, тут вообще все сложно. Во-первых, этот рисунок из светодиода, а во-вторых, вот эта вот подвесная конструкция сферически-полусферическая. Ванная мебель из Криона не боится не то, что воды, она не боится даже кислоты. В общем, раньше было Крион Бес, а теперь есть Крион Шелл. Крион Шелл дешевле. Дешевле за счет того, что внутри материала нету Криона. Он есть только по наружу, по кантику. И благодаря этому наполнитель более дешевый, делает изделие сильно дешевле. Каких-то 8 тысяч евро. Этот продукт поэт американский рынок. И вся особенность в том, что дырка от перелива находится на вот этой грани. Все, что нужно было, мы услышали от фабрики Крион, рассмотрели. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и живите красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова